Мирослава Галло. Марафон мечтаний. Создай свою реальность. Растим мечту в чистоте. Этап первый. Ваши самые горячие желания должны родиться и реализовываться в чистоте. Поэтому сначала надо просто убраться у себя дома. Суть состоит в том, что в очищенном от всего лишнего пространстве легче мечтать. Кроме того, беспорядок в доме отражает и порождает беспорядок в голове. Совершенно необязательно делать генеральную уборку. Можно следовать советам американской домохозяйки Марлы Силли. Силли Марла. Школа FlyLady. Как навести порядок в доме и в жизни. Москва. Alpina Publisher. 2015 год. Которая придумала систему FlyLady, позволяющую убираться только по 15 минут в день. Или японки-консультанта по наведению порядка Мари Кондо. Кондо Мари. Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни. Москва. Одри. 2022 год. Придумавший метод уборки Кон Мари. Для начала создайте в своем доме островок чистоты. Если что-то одно в доме будет сиять чистотой, то вскоре руки доберутся и до остальных грязных углов дома. Силли, к примеру, предлагает свой вариант – мыть кухонную раковину, которая почти у каждой хозяйки находится не в самом лучшем виде. И именно она портит настроение с самого утра, когда вы заходите на кухню, чтобы позавтракать. Гора грязной посуды, взаляпанной жиром раковине, вызывает отвращение и портит аппетит. Силли уверяет – чистка раковины – дело, которое не отнимет слишком много ваших сил, но, тем не менее, принесет заслуженное чувство удовлетворения результатом. Глядя на свою чистую и блестящую раковину, вы уже не захотите возвращаться к старому распорядку и с этого же дня включитесь в планирование дел по уборке своего жилища. В системе FlyLady есть интересный термин – расхламление дома. Он точный и прикольный. Действительно, дом можно как захламить, так и расхламить. То есть очистить его от накопившихся по углам, на столах, полках, стульях, шкафах, предметов и вещей, которые вам давно абсолютно не нужны. Исписанные блокноты, потрескавшиеся кружки, заношенные джинсы, давно не нужные запылившиеся плееры и телефоны. Многие же из нас так любят все складировать, собирать, сортировать, копить. Конечно, они пытаются разложить хлам по полкам и распихать по коробкам и ящикам, но он все равно занимает все свободное пространство в наших малогабаритных квартирах. У большинства россиян уж точно нет шикарных апартаментов и больших домов. Поэтому возьмите девиз Силли – хлам нельзя организовать, от него можно, только избавиться. Хотите уюта? Научитесь не приобретать и избавляться от лишнего. Кондо предлагает начинать уборку с одежды, потом заняться книгами и документами. Соберите вещи одного типа и сложите их вместе, советует она. Например, положите всю одежду на пол. Возьмите каждую вещь в руки. Пощупайте ее и постарайтесь ощутить, есть ли в ней радость. Затем рассортируйте вещи и положите их на место. Подходящее место для каждого предмета определите заранее. Суть метода Конмари – беспристрастный взгляд на свой скарб для того, чтобы решить, что из всего накопленного барахла действительно важно. Она призывает людей забыть те вещи, которые переполняют шкафы. И в этом есть логика. Если они там спрятаны, значит, никому не нужны. Кроме того, Мари просит не привязываться к предметам, которые могут понадобиться когда-нибудь. Ведь когда-нибудь – значит никогда. И советует отдавать свои вещи тем, кто в них нуждается, чтобы не испытывать чувство вины за то, что вы их выбрасываете. Например, что делать с учебниками и руководствами по эксплуатации техники? Их можно найти в интернете. Книги, которые вы не читали? Отдайте, вы все равно никогда их не прочитаете. Подарки от любимых, которыми вы не пользуетесь? Освободите себя и от них тоже. Вот как Кондо описывает свой собственный дом. У себя дома я испытываю чувство блаженства. Даже воздух кажется свежее и чище. Вечерами я люблю посидеть в тишине и подумать о прошедшем дне за чашечкой травяного чая. Оглядываясь по сторонам, я вижу картину, которую очень люблю, и вазу с цветами в углу комнаты. Мой дом небольшой, и в нем находятся только те вещи, которым есть место в моем сердце. Такой стиль жизни приносит мне радость каждый день. В первую очередь займитесь крупными завалами, которые лежат на поверхности. Эти зоны вечного беспорядка огорчают нас больше всего. Сейчас оторвитесь от прослушивания этих строк и посмотрите вокруг себя, если вы, конечно, находитесь у себя дома. Вы сразу увидите господство хлама на вашей территории. Стол, оккупированный бумажными обертками, ложками, кружками, авторучками. Кресло, заваленное мятой, потной одеждой. Книжная полка, где перепутались провода для зарядки телефонов. Магазинные чеки, клубки и спицы для вязания, кнопки и скрепки. И еще вспомните про страшные картонные коробки на антресолях. Пластиковые боксы, шкафчики для пуговиц и кусочков ткани. Полиэтиленовые пакеты, масса вешалок для хранения пальто. Чудные кастрюльки и ковшики, которые годами пылятся наверху кухонных шкафчиков. Избавляйтесь от ненужных вещей. Только не вытряхивайте из шкафов все сразу. Визуальный беспорядок будет только расти. Вы потратите время, устанете и не увидите никакого результата. Лучше спокойно просмотрите все свои вещи и вспомните, чем вы не пользовались в течение года, а то и двух. Эти вещи для вас уже давно умерли, поэтому они главные кандидаты на выброс. Хранение бесполезных вещей никогда не окупается. Раскладывайте их или выбрасывайте. Не превращайтесь в старьевщиков или кладовщиков. Мариконда советует следующую последовательность действий при разборе мусорных завалов. Одежда, книги, документы, памятные подарки на дни рождения, юбилеи, праздники, сентиментальные предметы, фотографии, письма, дневники. Совет от экспертов. Сложите в одну кучу всю одежду, какая есть в доме. В другую кучу сувениры. В третью все игрушки. В четвертую бумаги и бумажки. Вы сразу увидите, сколько барахла скопилось на вашей территории. Разберите вещи по категориям. Любимая, нелюбимая. Полезная, ненужная. Более того, вы сможете сравнить похожие по дизайну предметы, и вам будет легче решить, что выбросить, а что оставить. Как утверждают психологи, любовь к старым вещам программирует нас на нищету. Если вы позволили себе оставить на черный день сапоги, которые просят каши, со стертыми каблуками, вы волей-неволей приближаете наступление черной полосы. Вы ведь априори допускаете, что тяжелые времена могут настать, и тогда вам действительно придется ходить в сапогах, наспех заклеенных клеем-момент. Задание. Тест. Вы точно не можете обойтись без этих шнурков? Ответьте на 12 вопросов, которые помогут вам разобраться в причинах хранения вещей и оценить, насколько они вам нужны. В итоге вы сможете четко понять, от чего вы хотите избавиться, а что оставить. Первый. Чувствуете ли вы себя счастливой, когда надеваете эти брюки, это платье, эту рубашку? Второй. Повышают ли вам настроение аксессуары, занимающие 10 жестяных коробок из-под печенья и лежащие мертвым грузом? Третий. Вдохновляют ли вас полки, забитые непрочитанными книгами и журналами? Четвертый. Этот или тот предмет, красивый, стильный, он украшает комнату? Пятый. Создают ли неудобства безделушки, не дающие вам вытереть пыль, или подушки, которые приходится отодвигать в сторону, прежде чем сесть на диван? Мягкая игрушка наверху шкафа, которая постоянно падает вам на голову. Шестой. Раздражает ли вас цвет занавесок или обоев? Или рисунок ковра? Седьмой. Вызывает ли эта вещь или предмет теплые воспоминания? Восьмой. Пользуется ли тем или этим предметом хоть кто-нибудь из домашних? Девятый. Любите ли вы тот или этот предмет? Десятый. Замените ли, если он сломается или потеряется? Одиннадцатый. Если да, то лежит ли он там, где нужно? Двенадцатый. А если нет, то зачем вы его храните? Ответив на эти вопросы, совершите решительный прыжок и выбросите хлам из вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова